Благословим Господа Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Ешуа, Царь и Спаситель, живая Тора. Благословляем Тебя. Амин. И недельная глава, мы продолжаем наше путешествие по книге Исход. И наша недельная глава называется Вайра. Это вторая глава книги Шимот или книги Исход, чтобы более понятно нам. И мы говорим, это шестая глава со второго стиха по девятой главу тридцать пятый стих. И начинается и назван по первому разделу слово второго предложения Вайра эль Авраам. И явил себя Аврааму. И вы знаете, это очень интересная глава, потому что Всевышний являет себя машей, обещает ему вывести сыновей Израиля из Египта, избавить их от рабства, спасти и взять их избранным народом у горы Синай, привести их в страну, которую он обещал про отцам владение вечное. Послушайте, какие обетования. Какие обетования дает Господь? Он обещает, он обещает и он подтверждает. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что мы часто читаем писания по главам и по стихам. Почему? Ну у нас так в наших священных писаниях, книгах, но мы должны помнить, что в оригинале нету разбива на главы, нету разбива на стихи. И это одно повествование. Я хотел бы обратить ваше внимание на повествование прошлой недели. Чем же заканчивалась наша прошлая глава? А вы знаете, вообще, что последние стихи, практически недельные главы прошлой, да? Они содержат упреки Моисея к Богу. Моше разочарован, он опечален. Смотрите, это все имеет отношение к нашей главе. Пятая глава, 22 стихи. «Господи, зачем ты сделал зло этому народу?» Второе, он говорит о себе. «Зачем ты послал меня?» Следующий стих дает объяснение тому, что он говорит. Он говорит, «С тех пор, как пришел я к фараону, чтобы говорить о твоего имени, стало я только хуже народу этому». И другой, «А избавления нет. Ты не избавил народа своего». И мы читаем, и мы видим вот это разочарование. Интересное место, и знаете, такое актуальное. И это имеет отношение к нам сегодня, особенно в начале года, и к главе, которую мы сегодня разбираем. Ничего вам не напоминает? «Боже, ты призвал меня, ты искупил меня. Ты обещал мне в Слове Своем сделать столько. Я столько делаю, а вместо того, чтобы мне видеть результат, я ничего не вижу. Стало еще хуже. Я когда неверующим, уже было легче. А сейчас еще хуже. Что случилось, Боже? Нет, это у меня только одного. Слава Богу. Очень хорошо, что только у меня одного. Вы понимаете? Бог говорит, «Маше, Боже, ты меня призвал. Ты обещал. Я пошел. Я послушался. 90 лет мне старому уже, прости Господи. Я пришел к фараону. Я ему говорю». А еще хуже стало. Хуже стало. Народ начинает меня уже говорить, «Ты зачем пришел?» Народ кричит, «Боже, спаси нас». Бог посылает Моисея, и потом говорит, «Ты чего пришел?» Хуже стало. Не напоминает вам ничего? Мне очень напоминает. Очень часто мы разочарованы. Знаете, разочарование – это ответный рефлекс, ответное внимание, знаете, на что? На наши ожидания. Наши ожидания, которые не исполняются. И вопрос остается следующим. Призвал ли Бог Моисея? Конечно, призвал. Дал ли он ему поручение? Конечно, дал. В тот момент, когда он ему говорил эти слова, лишил ли Бог его этого поручения? Конечно, нет. Мы видим разочарование кого? Моисея. Мы видим Моше, который взывает к Богу и говорит, «Зачем ты меня выбрал? Зачем ты меня послал? Зачем?» И интересно, что в начале этой главы Бог отвечает ему. И в начале этой главы Бог ему отвечает. И меня очень вдохновило это. Сегодня ночью под перезвон, перехлоп канонады, я просто вдруг понял, о чем я буду сегодня говорить. У меня было другое. Я что-то другое готовил. Но вдруг в этот момент я вспомнил что-то. Я увидел себя, как Моше стоит и говорит Богу, «Зачем ты меня избрал? Зачем ты меня послал? Меня не слушают. Меня вообще... Боже!» И я начинаю читать эту главу. И сказал, Бог отвечает Моше на его разочарование. И сказал Господь Моисею, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, по действию руки крепкой, он отпустит их, под действием руки крепкой, и даже выгонит их из земли своей». И следующий стих, вот это начинается. «И говорил Бог Моше, и сказал ему, Я Господь». Послушайте, мы читаем иногда, Я Господь, и мы не переживаем то, что говорит Бог. Он говорит, Я тот, который управляет всем. Я тот, от которого источники всего. Я тот, кому подвластно все. И я говорю тебе, тому, кто сейчас, вот буквально, еще минуту назад, роптал и спрашивал у меня, зачем ты это все делаешь? Он говорит, Являлся я Аврааму, Ицхаку, Якову, с именем, как? Эль Шадай, Бог всемогущий, а с именем Моим. У нас написано Господь, но в оригинале написано Йод, Гимель, Вав, Гей, Яхве, не открывался им. Я оставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в котором они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых, о том, что египтяне держат их в рабстве. И вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым о том, что египтяне держат их в рабстве. Я выведу вас из-под иго египтян и избавлю вас от рабства их. И спасу вас мышцы, простертые и судами великими. И приму вас себе в народ. И буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И веду вас в землю, которую я, подняв руку мою, клялся дать Аврааму, Цхаку, Якову и дам ее в наследие. Я Господь. И вы знаете, иногда можно, ну, мы не всегда понимаем, Я Господь, был Бог крепкий, Господь. Но мы должны понимать, что когда мы читаем оригинал на иврите, и мы разбираем, мы можем увидеть определенную концепцию. Первое. Эль-Шадай. Бог, да, всемогущий. Бог сильный. И мы видим на протяжении, вот от начала до конца, мы видим Бога как Эль-Шадая, который, ну, вы знаете, идет естественное течение времени. То есть, Он сказал, произошло, да, ну, например, Он построил, ну, понимаете, да, нету какого-то сверхъестественного вмешательства. Ну, например, как, ну, приходит ангел и говорит Мирьям, родишь сына? Как я могу родить, если мужа не знаю? А говорит, а тебе не надо. Это от Господа. От Духа Святой будет на тебе. Зачнешь и родишь. Понимаете? То есть, нету этого сверхъестественного. И что же такое вот это имя Яхве? И я не буду сейчас зачитывать, потому что много времени, но идея очень простая. Я буду тем, кем я буду тогда, когда я буду нужен тебе. В тот момент, когда я нужен, буду тебе как Бог исцеляющий, я буду Яхва Рафа. Я буду тот, кто будет приходить и врачевать твои раны. Когда ты будешь противостоять врагу, я буду Эльгибор, я буду сильный Бог, который будет стоять и будет противостоять врагу. Когда тебе будет нужна милость, я буду Богом милости. Когда тебе будет нужен Бог утешения, я буду Богом утешения. Вы понимаете? Он говорит, раньше я был так, но сегодня я стану ближе, сегодня я раскрою себя в полноте. И знаете, Бог приходит на наше разочарование. Что я увидел? Бог приходит на наше разочарование не для того, чтобы отвергнуть нас, не для того, чтобы сказать, какие вы плохие, где вера ваша. Сколько раз я уже вам говорил, сколько раз я вам уже показывал, сколько вам еще доказывать, что я существую. Поэтому Бог приходит в наше разочарование, чтобы перевести нас в новое, ввести нас на новый этап, в новый этап веры. То, что произошло с Машей дальше. Он приходит к фараону и он говорит, Бог сказал, отпусти народ мой. А фараон говорит, не отпущу. Он говорит, превратится вот эта река в кровь, да, и мы видим 10 казней. И эти 10 казней сверхъестественны. Они нарушают естественный ход природы. Как когда-то, помните, Иисус Навин сказал, и солнце остановилось. Понимаете, это вмешательство Бога, сверхъестественное вмешательство Бога. Но это то, что сегодня является даром для нас. Вспомните Ешоа, который говорил в Евангелии от Марка, благая весть от Марка. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте благую весть всем людям. Кто будет веровать и креститься, то есть примет погружение, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. И тут дальше, у веровавших же будут сопровождать сие знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возвожат руки на больных, и они будут здоровы. Это Марка, 16 глава, 15-18 стих. Заметьте, Машея Хишоа тоже говорит определенные вещи, которые, возможно, являются невозможным. Но он говорит, отныне будете делать так. Отныне сможете делать так. И вспомним состояние апостолов, шляхи, Мишуа. Помните? Они были уже подавлены. Они были разочарованы. Мишуа воскрес, пришел в их жизнь и сказал им, вы будете светом этому миру. Вы будете совершать невозможное. Сегодня в нашу жизнь, порой, происходят такие же самые вызовы. Мы говорим Богу. Бог, почему я молюсь, люди не исцеляются? Почему я проповедую, а люди не слышат? Почему меня гонят? Почему у меня ничего не получается? Действительно ли ты избрал меня? Это я один такой здесь? Вероятно, я один такой. Слава Богу. Я очень рад, что у нас все такие правильные и крепкие в Боге люди. Я, к сожалению, сегодня понял, что не так. Я, к Маше, пришел и говорю, Бог, зачем ты меня вообще призвал? Ты обещал столько, ты говорил столько, оно не работает. И потом я опять открыл эту главу. Дети спят, жена спит, канонада. Люди радуются. А я читаю. И Бог говорит, я Господь. И вот этот комментарий, знаете, мы не просто разбираем эту главу по частям, каждый стих отдельности. Это мой комментарий. Это то, что я пережил, читая, на что я обратил внимание. Я хочу поделиться сегодня с вами. Бог говорит, я Господь. Не вы, я, не ваши знания, не ваши друзья, не ваши помощники, не люди, которые вам помогают, не те финансы, которые есть у вас. Я Бог. Я. Вот это слово я. Я, которое часто стоит наше человеческое на пьедестале. Он говорит, подвинься. Спустись вниз. Я должен стать там, где я должен быть. И тогда твоя жизнь изменится. Можно, вы станете, кто музыканты, мы будем продолжать. Продолжать, потому что говорить о том, что мы говорим, важно войти, начать этот год правильно. Важно помнить, что это шабатный год. Важно помнить, что мы дети царя. Что мы принадлежим тому, кто создал небо и землю. Кто сказал Муше, я Господь, и я покажу и докажу вам. Я покажу вам своим действием, кто вы такие. Вы будете моим источником. Вы будете приходить к фараону. И даже если он будет против, я все равно буду делать то, что я хочу. Вы слышите? Вы слышите? Это очень важно сегодня услышать. Услышать то, что Бог приходит на наше разочарование. Потому что нам иногда надо быть разочарованными. Чтобы мы увидели, кто мы такие. Чтобы мы поняли, что на самом деле все от Него, все через Него и все к Нему. Чтобы мы увидели, что Он царь царей, а не мы цари. Чтобы мы сняли наши короны и сложили их, то, что мы пели сегодня, у престола. Потому что Он сидит на престоле. Чтобы мы перестали, перестали искать виноватых крайних. Потому что Бог, живой Бог, хочет прославиться. Потому что Он любит нас. Он признал каждого из вас в чудный свой цвет. Он говорит, я сделаю вас не черно-белыми, я сделаю вас цветными. Вы будете яркими, пестрыми. Вы будете зажигать этот мир. Вы будете говорить. И люди будут видеть, как расцветает посох Аарона. Как вы будете это делать. Потому что Бог приходит на наше разочарование. Что? Бог гордым что делает? А смиренным? Дает милость. Милость. Потому что иногда для нас благодать непонятное слово. Милость, как Он дал Маше. Потому что Он мог сказать, Маше, Маше, уходи отсюда. Сколько могу уже тебя терпеть. Ты столько со мной споришь, такой косоязычный. Ну, столько споришь. Но вместо того, Бог взял Маше и привел его к фараону. И народ вышел. И сегодня мы сидим в этом зале и комментируем те события. Авину Малкейну, царь наш. Мы благодарим тебя за то, что ты даешь надежду. За то, что ты поднимаешь нас. За то, что ты делаешь нас сильными в самом себе. Спасибо, что ты открываешь врата. И мы можем входить в них. Ты – та дверь спасения и нет другой. Ты тот, кто был, кто есть, кто грядет. Мы благодарим тебя. Слово, которое воплотилось. Бог, который воплотился здесь на земле. Который пришел, чтобы умереть за каждого из нас. Который умер и который воскрес. Который сегодня там с Отцом. И который грядет. И слово Твое – да и аминь. И я хочу просто, чтобы мы сегодня помнили об этом. Начиная этот год, мы хотим помнить о том, что ты приходишь к нам. Ты приходишь в наше разочарование. Ты приходишь в наши обиды. Ты приходишь в наши обиды, чтобы ввести нас в свою победу. Аминь.